друзья мы продолжаем нашу стройку добро пожаловать внутрь что что произошло какие изменения мы занимаемся утеплением частично уже утеплен пол почти полностью утеплены стены у нас появился свет в доме розетка 220 и даже светильник так что можно работать теперь вечером осталось утеплить вот здесь вот там но такие сложные участки и что еще из интересного это у нас появился клапан вот так он выглядит под окном ответная от него часть фильтр вот так он вставляется просто защелкивается раз и готова вот так если выдвинуть ручку он будет закрыт а если так задвинуть он будет открыт соответственно здесь будет подоконник вот так и он не будет выпирать будет как раз под подоконником здесь будет радиатор соответственно холодный воздух будет заходить падать вниз нагреваться и таким образом доме будет свежий воздух вы скажете можно открывать окно на проветривание но зимой это не всегда удобно мне кажется с клапаном будет лучше и самое важное когда нас не будет то есть мы побыли здесь и уехали дом еще сохранит тепло соответственно это тепло должно каким-то образом выходить если она будет просто остывать соответственно влага будет конденсироваться на внутренних стенах и это все будет не очень хорошо а так холодный воздух будет заходить и уходить через вытяжку таким образом вся влага я надеюсь будет отсюда выходить поэтому можно будет зимой спокойно оставлять не беспокоясь о том что дом отсыреет таскать внутри это конечно все в теории посмотрим как будет на практике а на практике мы использовали утеплитель здесь сейчас я вам покажу какой какая упаковка и соответственно вот такой а еще будет третий вид утеплителя и посмотрим что из них что всем известный утеплитель рулонный до толщиной 50 и как бы сложен вдвое получается монтировать удобно на пол но он такой очень рыхлый и сейчас я вам покажу соответственно толщина у нас должно быть 200 то есть таких слоя должно быть 204 но поскольку он двойной сложен двое тот 2 но друзья вот здесь как бы два слоя сейчас я вам покажу еще где и он конечно прям очень такой жиденький и прям ну вот можно сказать провалился поэтому хочется еще еще здесь слой я думаю мы так и сделаем на весь пол ушло всего два рулона я думаю еще два приобрести вот здесь мы сделали еще одним слоем дополнительным и вот теперь прям прям хорошо вот теперь он прям проседает и как бы впружинит вот то есть прям то что надо там прям кажется что его явно не хватает так что несмотря на свою заявленную толщину можно смело мне кажется брать еще но и цена соответствующая вот так что как то так здесь мы используем утеплитель 50 а вот вот его название но чтобы утеплять потолок не заморачиваться много я решил взять потолще утеплитель сейчас я вам покажу какой вот помимо того что он толще вот сотка он еще и плотнее то есть называется он уже по-другому и стоит чуть дороже ну и плотность его выше что еще важно что вот этот утеплитель он как-то намного меньше пылит чем вот этот хотя тоже конечно пылит но прям в разы меньше можно мы его укладывали без масок и в общем-то даже почти не кашляли этот без маски укладывать невозможно пылит стоит его поднять полетит в общем такой ядреный дышать им не очень комфортно хочется кашлять ну а когда попадает на кожу хочется чесаться да кто бы что ни говорил но люди чувствительные ко всему этому будут кашлять и чихаться поэтому друзья соблюдайте меры защиты в общем было не было мы приступаем и 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 в гостиницу отдыхать до весны все работу останавливаем вот такой сюрприз пойдем нет пойдем за чайником не нет пойдем за чайником и это еще не все сюрпризы которые произошли пока нас не было какой-то злобный кот прокрался к нам сюда и натворил тут дел во-первых разорвал разорвал весь наш матрас новый практически на хулиганин а во-вторых захожу я в дом думаю почему у меня удлинитель искрит смотрю вода там думаю откуда там вода оказалось это вовсе не вода а добрый кот очень любезно так сказать пометил вот налил сюда полный удлинитель вот и она там все замерзла потом начал потихоньку оттаивать и искрить вот такой добрый кот а потому что нечего здесь разводить котиков пока нас нет так что все никаких котиков закрываем дом на замок тут хулиганит понимаешь некоторые дело в том что к сожалению камера на морозе отказалась работать поэтому мы пришли поставили обогреватель и вот уже где-то часа три прошло к сожалению нет градусника но по ощущениям здесь прям плюс прям хороший плюс ну и камера заработала значит точно плюс и последними штрихами мы здесь до утеплили все в полностью все 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 потолок стены вот так более-менее аккуратно у нас получилось ну уж как смогли так сделали пол здесь у нас электрический ввод есть пока стоит временная розетка потом здесь будет электрический шкаф и к нему уже все полноценно будет подходить соответственно почему 3 спросите вы зачем так много да очень просто для слаботочных основной вот и выход на улицу на террасу на уличную подсветку теперь нам осталось все это закрыть пароизоляцией совершенно верно но начнем из пола потому что стены потолок накрывать пароизоляции хотя по жердочкам ну как-то не очень удобно поэтому я думаю мы сейчас закроем пол пленкой вот эту часть постелем сюда доски и потом спокойно будем заниматься уже остальным стенами и потолком в комментариях был вопрос почему мы не изолировали пенополистиролом ну каким-нибудь пенопластом это удобней пыли меньше легче быстрее теплее да я соглашусь что легче быстрее теплее но пенополистирол очень горючий материал если вы посмотрите любые тесты где проверяли на огне стойкость помещения отделанные тем или иным материалом то пенополистирол это прям прям вообще в считанные секунды пых и все главное не то что огонь а очень черный едкий дым заполняется все помещение мгновенно дым очень ядовит несколько вдохов и шансов выйти в общем то из помещения практически нет не говоришь о том чтобы его как-то локализовать до воспоминения что касаемо тестов с каменной ватой наиболее безопасная то есть огонь добирается до стоек до крыши до потолка очень медленно и шансов локализовать возгорание уж тем более покинуть помещение значительно больше а вы что скажете здесь холодно здесь прям пар изо рта идет ну температура такая же как на улице и я не представляю себе как бы вот здесь даже можно затопить печку поставить обогреватель но тут все так выдувает что бессмысленно так займемся пленкой сейчас мы ее отрежем что весь рулон туда не тащить кстати вот все что у нас осталось от утеплителя ну и там по моему один маленький кусочек до пол листа так что все мы четко рассчитали здорово лишнего материала не купили нет половинка плиты половинка плиты осталось и вот небольшой кусочек рулона остался лишних денег не потратили и это не может не радовать а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 которая не ломает древесину и потом не мешает следующей доске попасть в паз как это проверить да легко берем кусочек доски раз-раз ничего не мешает значит закрутился правильно дальше понадобится вот такая доска обрезок здесь я сделал такой выпил и метки соответственно по обрешетке эти метки выставляем вот так и получается что как раз по центру будет закручиваться саморез здесь специальная выемка для того чтобы шуруповертом туда закрутить дальше еще один обрезок доски закручивается на саморезы и дальше просто сделан клин из этой же доски соответственно так здесь паз здесь она в паз заходит вот так это мы собираем закручиваем дальше нам понадобится молоток легенький резиновый чтобы не оставлял следов немножко подстукивать доску так она лучше заходит и молоток основной которым собственно этот клин вот так вбивается и доска притягивается притянулась саморезом закрутили в целом работа не сильно тяжелая но такая поморочиться придется времени затрачивается на это прилично так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...